Привет всем, это Другой Взгляд. Сегодня я хочу отойти от привычных мне обзоров городов до улиц и затронуть тему, которая, честно признаться, меня шокировала. Это видео я решил сделать, так как многие из моих знакомых на Украине не только не слышали об этом, а услышав, потеряли дар речи. Итак, что же за новость-то такая? Речь идет о новом виде наказания в Украине, это пробационный надзор. Что это такое, за что наказывать будут, давайте разбираться. Если очень кратко, пробационный надзор означает, что в тюрьму сажать не будут, а дадут что-то вроде условного срока в качестве перевоспитания. Подписал закон о введении нового вида уголовных наказаний президент Украины Владимир Зеленский. Я князь, чего хочу, то и ворочу. Действую в интересах державы. Как пишет юридический вестник Украины, пробационный надзор теперь может быть применен за ряд преступлений. Давайте перечислю. Так, тут для ютюба. Я, конечно же, осуждаю нарушение закона. Для начала пара спорных моментов. Это умышленное причинение тяжких телесных повреждений в случае превышения пределов необходимой обороны. И превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное преступление. А вот дальше все интереснее и интереснее. Итак, умышленное легкое телесное повреждение, побои истязания, домашнее насилие, угрозы убийством, неоказание помощи больному медработникам. Дальше вообще волосы на голове дыбом. Насильственное донорство, эксплуатация детей. Это вот как в голову вообще пришло. Принуждение, вступление, половую связь. Вот у кого-то есть дочь, у кого-то сестра, жена. Я вот понять не могу. Как же это в голову могло прийти, чтобы за такое просто поговорить и отпустить. 1. Нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации. 2. Уклонение от уплаты алиментов. 3. Разглашение тайны усыновления. 4. Препятствование профессиональной деятельности журналистов. 5. Грубое нарушение законодательства о труде. 6. Невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат. 7. Нарушение неприкосновенности частной жизни, право на получение образования и на бесплатную медпомощь. 8. Кражи, грабежи, хулиганство, мошенничество. Тоже поговорить и отпустить. 9. Сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько душ я загубил. 10. Незаконное использование с целью получения прибыли, гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований. 11. Подделка документов. 12. Разглашение банковской тайны. 13. Незаконная порубка, перевозка, хранение и сбыт леса. 14. За браконьерство. 15. За призывы к теракту. 16. За надругательство над могилой. 17. Создание и содержание мест разврата и сводничества. 17. Посевы и выращивание травы. 18. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка различных нехороших веществ. 19. Думаю, все и так понимают, о чем речь. 20. И еще раз о наказании. 21. Суд возлагает на осужденного к пробационному надзору следующие обязанности. 21. Периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации. 22. Сообщать полномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы. 23. Не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации. 24. И вот тут очень странно. Ведь и так мужчинам выезжать из Украины нельзя. 24. В общем, из Украины нельзя выезжать мужчинам от 18 до 60 лет. 24. Если, конечно, ты не депутат или спортсмен. 25. Поэтому не совсем понятно. 25. Это уже наказание прям всем мужчинам и женщинам. 26. Медикам тоже их это походу касается. 26. Или же наоборот. 26. Наказания, в общем-то, никакого ту и нет. 27. Вот такие дела. 27. Жду ваши комментарии на сей счет. 28. Пишите, что вы думаете в комментариях. 28. Помните, ваши лайки, комментарии. 28. Это то, что помогает увидеть это видео большему количеству людей и узнать об этом. 29. Спасибо вам и до скорых встреч. 29. До свидания. 32. До свидания. 32. До свидания. 33. До свидания. 33. До свидания. 33. До свидания.